Автобум Генеральный медиапартнер Авторадио Здравствуйте! С вами снова я, Дмитрий Марфин и самая быстрая и креативная программа Автобум Автобум Сегодня вы узнаете, кто же стал победителем 15-х рождественских гонок Какие могут возникнуть последствия при неоформленном ДТП Откроете багажник прокачанного автомобиля Узнаете, кто изобрел пидстоп Научитесь избегать аварий при повороте на главную дорогу А также станете свидетелем настоящего ледового побоища Автобум Внимание! В конце передачи мы проведем викторину Внимательно смотрите наши рубрики, и тогда вы сможете правильно ответить на наш вопрос Автобум Лед гипел под шипами спортивных автомобилей Зрители были охвачены настоящим спортивным азартом Как это было, смотрим в сюжете Автоновости На полигоне Автоваза в селе Сосновка На трассе протяженностью 2,5 километра Прошла 15-я рождественская синхронная гонка Тысяча зрителей, огромное количество фото, видеокамер Было направлено на захватывающее зрелище Сегодня здесь собрались самые сильные пилоты страны Для того, чтобы разыграть главный приз соревнований Это автомобиль Лада Калина, предоставленный Волгским автозаводом Сегодня здесь огромное количество зрителей Потому что это действительно праздник для людей, которые устали от новогодних праздников Сегодня они отдохнут и с новыми силами, с новыми свершениями вступят в новый наступивший год Лучшие пилоты били за главный приз автомобиль Лада Калина Предоставленный организатором соревнований ОАО Автоваз Соревнование очень интересное Я очень рад, что приехал из Беларуси сюда Соперники очень сильные В победу верить надо всегда Получить опыт покататься Это для меня большая честь такими именитыми спортсменами Управление спортивных автомобилей Лада Спорт подготовили новые валиды на базе Калины Оснащенные форсированным двигателем общим объемом 1,6 литра С мощностью 137 лошадиных сил За участие в главном старте с лидером соревнований Дмитрием Брагиным Встретились Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев На всеобщее удивление, показав лучший результат И буквально вырвав главный приз из рук сначала 13-кратного чемпиона России Кирилла Ладыгина А потом и у главного соперника Дмитрия Брагина Михаил Митяев сумел пересечь финальную финишную прямую первым Став победителем 15-й рождественской гонки Михаил преподнес тем самым себе подарок на день рождения 4 января ему исполнилось 25 лет Под конец лучше стало Вначале очень скользко вот этот новый лед А я вот когда выехал первую самую заезд Вот правда понял, гонка как бы чемпионов Потому что вот выехали, у меня сразу и соперник сильный И даже круг не дали прокатиться попробовать То есть вот сразу... Автоновости В канун 2011 года самая яркая елка зажглась для детей-сирот В молодежном драматическом театре Работники Авторадио зажгли радость в глазах этих мальчишек и девчонок Авторадио усилено своими традициями Основная традиция это организация ежегодных праздников для детишек С наших детских городских домов, социальных приютов и интернатов Мы это делаем несмотря ни на что Главное, чтобы дети лишний раз улыбнулись Главное убедить ребенка в том, что его действительно любят Помочь преодолеть одиночество С этой задачей Дед Мороз и Снегурочка успешно справились Около двухсот воспитанников из восьми детских приютов Стали участниками театрализованного представления И получили от родничников новогодние подарки Авторадио 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 Информационный партнер газета Автосреда Автобум Если вдруг вы попадаете в легкое ДТП И виновник вам предлагает разойтись полюбовно Хорошенько подумайте, прежде чем принимать решение Ваши права Все больше и больше автомобилей появляется на дорогах нашего города И нередко в дорожно-транспортные ситуации попадают именно новички Давайте разберем одну из таких ситуаций ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужчина, оценив ситуацию, уговаривает нашу героиню разойтись полюбовно И в качестве компенсации предлагает девушке тысячу рублей Девушка соглашается и берет деньги Тем самым совершает недопустимую ошибку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правильнее было бы в такой ситуации вызвать патрульную машину и составить протокол ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующий день наша героиня решила обратиться к независимым экспертам И выяснить, какой же на самом деле ей был причинен ущерб При более внимательном и профессиональном осмотре выяснилось Что под незначительной царапиной находятся скрытые повреждения В результате более детального осмотра в условиях нашего центра Мы обнаружили, что имеются скрытые дефекты в вашем автомобиле И ликвидация и устранение последствий будет стоить в разы дороже Отчет о стоимости восстановительного ремонта вашего автомобиля Будет готов в течение трех дней После чего вы можете обращаться с этими документами в страховую компанию Или непосредственно к виновнику данного ДТП Не спешите покидать место ДТП, не оформив все необходимые документы Затраты на ремонт могут оказаться значительно больше, чем кажется на первый взгляд Объективная, независимая, профессиональная оценка и экспертиза Во всех сферах и областях Центр экспертиз Доверие, проверенное временем 51-63-63 Автобум Что такое хороший звук? И может ли он быть в вашем автомобиле? Посмотрите, как это делают профессионалы Автокач У вас есть автомобиль В нем стоит магнитола, стоят колонки Но качество звука вас не устраивает Как улучшить звук в вашем автомобиле? Давайте спросим у профессионала Знакомьтесь, Ксения Ксения, я купил автомобиль У меня звук есть в нем даже Но он меня не устраивает В чем проблема? Можете мне сказать? Могу сказать Первое предположение, что возможно у вас неправильно подобранное головное устройство Что такое головное устройство, простите? Это ваш автомагнитола Который у вас стоит в автомобиле Изначально надо посмотреть, конечно же, вашу систему Но, возможно, если у вас стоит неправильно именно головное устройство От которого может быть звук, который вас не устраивает Ксения, поверьте Я купил себе очень дорогую магнитолу Мне сказали, что это лучшее то, что у нас есть в городе А звук меня все равно не устраивает Ну тогда, возможно, у вас проблема в акустических проводах А какие нужно правильно провода подбирать к моей магнитоле? Ну, если у вас стоят штатные провода То их желательно заменить на провода хотя бы 2,5 мм сечения Ксения, допустим, я заменил все провода И что, я сразу прям почувствую, как изменится звук автомобиля? Да, конечно Если дело было в проводах То вы сразу слышите, что ваши колонки заиграли по-другому У вас они будут играть более насыщеннее Я понял эту проблему И так у меня стоит хорошая магнитола, хорошие провода Но все равно проблема есть Потому что мои колонки выдают низа и причем с большим перегрузом Здесь в чем проблема может быть? Проблема у тебя в том, что неправильно подобрана именно передняя акустика Вперед надо ставить компонентную музыку То есть колоночки, которые идут с твиттерами Простите, что такое твиттеры? Твиттеры это маленькая пищалочка, которая ставится на панельку Либо в стоечку Она выдает именно высокие частоты Как раз то, что не хватает вам Когда акустика установлена компонентная То есть пищалки и колоночки Звук получается оптимаемый по автомобилю То есть высокий у тебя играет на уровне слуха Внизы играет именно внизу, так как и должно быть Соответственно звук сразу улучшается И, ну, я думаю, во много раз На каком уровне должны стоять вот эти твиттеры? Там в зависимости уже от акустики У каждой пищалки идут разные свои характеристики То есть какие-то позволяют поставить прямо в уголок автомобиля Около самого лобового стекла Какие-то нужно устанавливать именно в стоечке Подпищалки, которые продаются, в принципе, в любом магазине Итак, мы установили компонентную систему И звук меня, в принципе, полностью устраивает Хотелось бы теперь мне выехать на природу с друзьями И удивить их своим звуком И устроить для них дискотеку Что тогда я должен поставить к себе в автомобиль? Ну, это уже другой разговор Там, конечно же, не обойтись без сабвуфера и усилителя Там уже, если вы готовы Нужны будут хорошие затраты ваших денежных средств Спасибо, Ксения, за подробный рассказ Я обязательно поправлю звук по вашим советам Я потом приеду и покажу Друзья мои, а если вы хотите установить себе Качественный, хороший звук Обращайтесь к профессионалам И они вам подскажут, как это сделать Авторадио 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 Если на вашем автомобиле до сих пор летние щетки То вам обязательно нужно заехать к нам на питстоп Дорогие друзья, мы начинаем с вами Самую неожиданную рубрику «Питстоп» Посмотрим, как это будет Здравствуйте Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ольга Ольга, очень приятно, меня зовут Дмитрий Знаете ли вы, что такое питстоп? Ну, на соревнованиях питстоп, когда колеса меняются А знаете, кто это придумал? Вот я Знаете, что это придумал Брэд Питт? Нет, не знаю Не знаете? Когда он в детстве был гонщиком Он придумал это название «Питстоп» Итак, Ольга, пока вы отвечаете на мои вопросы Наш механик Владимир заменит кое-какие детали на вашем автомобиле Все-таки это рубрика «Питстоп» Какие детали? Не переживайте, не переживайте Ну, например, посмотрите на свои щеточки Они у вас, по-моему, летние Видите, у вас на руле оплёточка Знаете ли, для чего она? Ну, мне нравится, симпатичная, удобная А на самом деле, это маленький усилитель руля Так как оплётка даёт больший объём рулю А значит, и усилия вы прикладываете меньше Поэтому мы вам сейчас её заменим Ну, теперь у вас будет настоящий усилитель А также, Ольга, вы получаете сегодня Вот такой фокус от Авторадио Спасибо вам большое за призы Спасибо за такой шикарный «Питстоп» Я обязательно буду смотреть «Автогубки» Ну, вначале мы вам поменяем полностью кузов Я шучу Посмотрите на ваши щётки У вас летние щётки Разгар зимы Алексей, как вам не стыдно? А знаете ли вы, где ещё можно посмотреть нашу передачу Кроме как на телевидении? Ну, конечно, пока не знаю Заходите в интернет, набираете сайт Автобум 63, надеюсь, помните регион На 63.ру Разумеется Итак, Алексей, теперь ещё одну операцию Мы выполним на нашем «Питстопе» Вы видите эту синюю жидкость И знаете ли вы, что это такое? Ну, конечно, приходилось заливать Это авиационное топливо Мы теперь только его заливаем В омывательный бачок Знаете ли вы, кстати, что на Авторадио Придумали 25-й звук? Первый раз слышу Вы едете, слушаете Авторадио А в этот момент повышается ваша квалификация водителя Здесь появляются призы от Авторадио Алексей Да неужели? Можно танцевать? Поздравляю вас Поздравляю Желаю счастливой дороги Заезжайте и ищите «Питстоп» в городе Тольятти Для начала мы поменяем вам двери Мы вам поставим двери, которые будут открываться наверх И поставим бронированную антисосулистую крышу Я что-то прям даже растерялся У нас есть супер-свечи, которые мы бы хотели вам поставить Там супер-искра и два электрода Владимир, наш механик, займется вашим автомобилем Мало того, что мы вам поменяли сегодня свечи Вы еще являетесь обладателем призов от Авторадио Вот такой вот потрясающий вам Ух ты Да Календарик И вот такая потрясающая кепка Спасибо Спасибо вам всем, ребята Передача «Автобум» и Авторадио Спасибо и вам Счастливой дороги Не нарушайте правила дорожного движения До свидания До свидания Мы благодарим за предоставленное место для съемок Автосервис «Виктория» Призы для рубрики «Пит-стоп» предоставил магазин «Форсаж» А также мы выражаем благодарность Генеральному медиапартнеру Авторадио За предоставленные призы и информационную поддержку Магазин «Форсаж» Всегда богатый ассортимент автозапчастей Квалифицированная помощь при выборе качественной продукции Возможность онлайн-консультации Профессиональное обслуживание клиентов Магазин «Форсаж» Офицерская 14 ГСК «Пламя» Бокс 285 Телефон 42-99-60 Авторадио Создание, продвижение и обслуживание сайтов «Фориати» Веб-студия «Сео ТЛТ» Телефон 78-3606 Автобум В какое зеркало надо смотреть при перестроении из одного ряда в другой? Милые дамы, специально для вас Автоледи Многие женщины нашего города, да и не только женщины, неправильно выполняют некоторые маневры А именно, перестройка из одного ряда в другой Вследствие чего возникают дорожно-транспортные происшествия Вот как у меня, например Татьяна, я бы вот хотела все-таки уяснить для себя, как правильно выполнять этот маневр Тогда я предлагаю поехать на дорогу и там все детально обсудить Окей, поехали Вот не пойму, ну вот что надо в машине взять? Посмотри Ты заняла всю середину дороги Ты едешь ни в левом ряду, ни в правом Ты должна уйти в свой ряд и не мешать движению Иначе людям трудно тебя обогнать Они не могут понять, куда ты сейчас свернешь Ой, что я сделала-то? А ты неправильно перестроилась Ты подрезала человека Для того, чтобы правильно перестроиться, ты должна включить повороты Включаю Поглядеть в зеркало, убедиться, что там никого нету Чуть-чуть шевельнуть рулем и газиком вытянуть машину на другую полосу Не перескочить в нее, а плавно вперед и вправо уйти Ой, что она делает? Она не поехала А ты не убедилась, что впереди стоящий автомобиль уехал окончательно И отвлекла все свое внимание на проходящие по главной дороге автомобили А он взял и остановился И ты могла допустить столкновение, в котором ты была бы не права Потому что ты находилась сзади Поэтому мы должны убедиться, что те, кто впереди нас, окончательно уехали на главную дорогу Доехать до визуального края дороги И только потом повернуть голову и посмотреть, кто едет по главной дороге До этого они тебя не интересуют После чего, убедившись, что там никого нет на главной дороге И ты выезжаешь, свободно уезжаешь Так перепугалась Перепугалась Конечно, это очень опасно И таких аварий очень много Из-за невнимательности водителя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы рассмотрели ситуации, которые встречаются ежедневно А именно, соблюдение рядности на дорогах Правильное перестроение из одного ряда в другой Как правильно выезжать на главную дорогу И не забудьте, дорогие женщины, напомнить работникам мойки Чтобы они обработали замки вашего автомобиля антизамерзающими средствами И тогда с вами не случится то, что случилось со мной С вами была Галина Гузанова и наш эксперт Татьяна Материкина До встречи в Автоледи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый из нас стремится сделать свой дом изысканным и неповторимым Мебельный салон Гварнери предложит вам огромное количество всевозможных вариантов Создания индивидуальных интерьеров Мебельный салон Гварнери – это когда хочется жить красиво Создание, продвижение и обслуживание сайтов Ториати Веб-студия СЕО ТЛТ Телефон 783606 Автобум Если бы Александр Невский был владельцем автомобиля, он обязательно бы принял участие в нашем ледовом побоище Автобитва Мы находимся с вами на территории автодрома КВЦ И сейчас вы увидите то, чего никогда не видели и вряд ли еще увидите Встречаются две безумные команды – Фабрик Дизайн и Форсаж ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нагорпись главный судья автобитвы – Роман Детитковский Мы начинаем безумную рубрику автобитвы И с вами я – Дмитрий Марфин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ледовой площадке автодрома КВЦ собрались две команды – Форсаж и Фабрик Дизайн Сейчас мы посмотрим, кто же окажется сильнее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Горит сцепление, плавится лед – это зимняя автобитва ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, смотрите, какой накал страстей Команда Форсаж начинает атаковать первой Смотрите, пас передает другой машине Ага, мячик ударяет в крыло Вот это удар, вот это передача Машины проносятся в миллиметре друг от друга ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда Форсаж атакует ворота противника Опасный момент – удар ГОЛ! Команда Форсаж открывает счет 1-0 Тут же Фабрик Дизайн наступает в контратаку Завязалась жесточайшая борьба Шипы скользят по льду Опасный момент у ворот Команда Форсаж Удар ГОЛ! Фабрик Дизайн выравнивает счет 1-1 И тут же контратака команды Форсаж Удар по воротам И воротарь отбивает мяч И снова завязывается ожесточенная борьба Какие заносы Машину кидает из стороны в сторону Это ледовая битва И снова Фабрик Дизайн с мячом Несется к воротам противника Опасный момент – удар Воротарь команды Форсаж Форсаж спасает свою команду ГОЛ! Серебристый Мерседес Команда Форсаж Забивает второй мяч в ворота соперника И счет становится 2-1 Команда Фабрик Дизайн решает отыграться Опасный момент у ворот Форсажа Техничный пас и... Удар ГОЛ! Фабрик Дизайн выравнивает счет 2-2 И снова, снова завязалась Ожесточенная игра Игра ведется до 3-х очков Кто же, кто же станет победителем? И снова, снова команда Фабрик Дизайн Нападает на ворота противника И помните, что вы тоже можете Стать участниками нашей автобитвы Молниеносная атака Удар ГОЛ! И Фабрик Дизайн становится победителем автобитвы Наступил момент награждения Ценные и полезные призы от Автобум получает команда Фабрик Дизайн Знакомьтесь, один из участников автофутбола Максим Максим, как настроение? Как вам автобитва? Как автофутбол? Даже не глядя на то, что сегодня ветреная и бессолнечная погода Все прошло на отлично Два гола, два гола забитых моим бампером этого автомобиля Все здорово Спасибо, Автобум! Все прошло отлично вообще Немножко помяли Рады, что же... Поцарапали, да, выиграли Спасибо передаче, Автобум! Уважаемые телезрители, до встречи в эфире! Пока! Автобум! Автобум! Итак, мы начинаем викторину Первые пять дозвонившихся на этот номер Станут участниками следующей рубрики «Питстоп» Внимание, вопрос Кто стал победителем 15-й рождественской гонки? Автобум! Следите за эфиром, участвуйте в наших акциях И выигрывайте ценные и полезные призы от программы Автобум! Более подробную информацию вы можете узнать на сайте www.autoboom63.ru С вами был Дмитрий Марфин и телепроект Автобум! Благодарим за помощь в проведении съемок Автобум! Наш телефон 71 65 60